Здравствуйте, близнецы! Это будет прогноз на июнь для вас на Тару иллюминатов. Так, прогноз на июнь для близнецов. Мы смотрим простые сферы, работу, финансы, семейные отношения, общее самочувствие и, конечно же, совет с антисоветом. Так как я в этот раз в совете Купидона сделала и для парных, и для ищущих отношения, то в этот раз я просто в этом раскладе на месяц опущу эту тему, потому что все уже было в совете Купидона сказано. Здесь мы смотрим такие вот родственные, семейные отношения. Так, близнецы в июне. Так, работа. Сама атмосфера на работе, обстановка, главные какие-то события в рабочей сфере. Король Жезлов, карта активности, может быть, пытаются показать, что какой-то человек будет играть существенную роль на работе в этом месяце. Это может быть кто угодно. Ваш, например, партнер по бизнесу, начальник, начальник отдела, может быть, показывают вас, что у вас будет куча дел, вы будете все это организовывать, много чего сможете переделать, потому что Король Жезлов очень такой предприимчивая энергия, активная, смелая. Человек не боится ничего начинать, не боится ничего менять. Так, ну мы сейчас посмотрим, вы это будете или кто-то. Так, люди вокруг вас, коллеги, начальства, клиенты, те, с кем вам придется взаимодействовать. Шестерка кубков. Ну, вот какая-то карта, конечно, приятненькая, приятненькая, но слабенькая, слабенькая. Сейчас я посмотрю вас, близнецы, вы. Ваше состояние и поведение. Ну, смотрю, все какие-то эмоциональные, и вы вот в этом месяце как-то все немножко где-то близко к сердцу принимаете. Чему-то вы очень радуетесь. Люди тоже. Не исключено, что раз шестерочка кубков легла, карта прошлого. Не исключено, что кто-то из... Что ты будешь делать? Кто-то из ваших бывших коллег вернется на работу или выйдет из декретного отпуска, или будет вас куда-то звать, приглашать куда-то. Новый, может прийти новый клиент, новый коллега появится по работе, но это такой человек, с которым вы, знаете, как-то себя уютно чувствуете. То есть, знаете, как бывает, мы работаем, появляется новый человек, и вот мы сразу, прям, знаете, как будто вот сразу с первых дней сдружились, как-то поняли друг друга, да, у нас такое вот, ну, не знаю, приятное взаимоотношение, как будто мы друг друга всегда знали, с полуслова понимаем, ну, как бы хорошая такая. То есть месяц активный, но в то же время и вы, и люди, которые вас окружают, достаточно мягкие, да, такие мягкие, душевные, понимающие, учитывающие разные, ну, человеческие, что ли, факторы. Финансы у близнецов, что по деньгам в июне, как обстановка складывается, колесо фортуны, ну, для кого-то, конечно, понятно, что. По колесу фортуны можно очень много, очень много заработать и очень много потратить. Здесь вот непредсказуемо. Ну, посмотрим одной проясняющей картой, все-таки для большинства близнецов. Что это, вверх, вниз или где-то что-то средненькое? О, нет, это деньжище у кого-то могут быть. Тут здесь, вот я вам скажу так, все-таки, колесо фортуны и дьявол. Может быть для кого-то, ну, отличные, огромные заработки. Не исключено, что за счет кого-то, с кем вы уже раньше взаимодействовали, и теперь вам люди, ну, скажут вам, а что, слушай, давай мы, ну, крутанемся тут, короче, сделаем, как вот мы раньше, помнишь, мы с тобой, у нас ловко, все это получалось. И вы можете очень хорошо заработать, ну, в зависимости от вашего, конечно, уровня вообще. Но не исключено, что с такими картами можно тоже очень много денег потратить. Будьте внимательны и аккуратны, и будьте очень осторожны с азартными играми. Те, кто игрок, не знаю, что вам посоветовать, потому что здесь у нас... Карты прям такого игромана конкретного, да? Вот есть же люди, которые играют на деньги. Но это всегда риск огромный. Так что либо огромные доходы, либо большие затраты. Так, семейная жизнь, ну, семья, родственники, дети, родители, близкие, друзья и прочее. Сама атмосфера и ситуация. Восьмерка жезлов. Конечно же, месяц активный, очень много разных каких-то суеты, перемещений, сообщений, все что-то звонят, все... Но здесь точно будут изменения какие-то. Вот то, что будет колготня и суета, это точно. Но у вас и тут жезлы, и там жезлы, смотрю. То есть месяц такой активный достаточно. Так, люди, вот те родственники, близкие, как они будут к вам относиться? Ну, если вы в браке, то ваш партнер. Четверка мечей. Ну, либо очень ровно, спокойно, как-то без изменений в этом месяце, либо какие-то они как спят. Не знаю. Пусть будет у нас, что они ровно будут относиться. Я не вижу по четверке мечей со стороны людей как-то ни инициативы. Или вот как, вы знаете, как обычно, вот у вас привычно все идет, вот ничего в этом месяце, какие-то изменения с их стороны, чтобы они что-то там такое вам предложили, неординарное, и в четверке мечей едва ли. А если у вас сложные отношения, и вы как бы хотели, чтобы что-то изменилось, но я не вижу, чтобы люди рвались, да, чтобы что-то поменять как-то. Так, вы сами, близнец, вы во взаимоотношениях в семье с близкими. Ну, видите, как бы, а что тут делать, когда королева жезлов? Вот что им делать? Они только им остаются, как плыть по течению, даже замирать иногда, потому что там она жезлом, ух, как она все. Как вы относитесь? Ну, конечно, вы относитесь в июне неравнодушно, но иногда вот эта вот доминантность, вот это командирство, хоть вы мужчина, хоть женщина, ну, женщина особенно, видите, как. То есть все, по-моему, все должно быть, как я сказала, каблучками, жезлом, кому, кто не слушается, тому жезлом по башке дала. Все, конечно, из любви к ближнему, но иногда чуть-чуть лишка. Просто, понимаете, вот такой слегка диссонанс. Посмотрите, все делается, но не исключено, что делается именно из-за того, что вы там суперактивничаете, а они-то все где-что, что с ними, что они не могут, не хотят, спят. А может быть, в отъезде, конечно, может быть, у вас все разъехались, и вы одна там. Поэтому вы там, у вас огонь, как говорится, горит, дела кипят, а родственники, они там где-то чем-то своим заняты, либо в отъезде где-то там по делам, на заработках и так далее. Общее ваше самочувствие и эмоциональное состояние принцессы жезлов. Ну, вы вся горите, близнецы, хоть женщина, хоть мужчина, как будто вот такой вот какой-то драйв внутренний прям, что касается состояния какой-то непоседливости. Немножко где-то, вот на работе ничего не скажу. Вот тут у вас есть и выдержки вам хватает, и терпимости, и какой-то вы мягче вы на работе. Но дома вы вообще прям... Ну, все равно, общее состояние, видите, какой душевный подъем, такое чувство, что я тут сейчас могу горы свернуть по большей части, то есть вы будете на подъеме, бодренькие, оптимистичны достаточно, и будете гореть какими-то желаниями, вам хочется что-то такое эдакое сделать. Так, совет карт нашим близнецам. Вот эта мягкость, душевность, видите. Так, что не рекомендуют? Шут. Ну, вот видите как, посмотрите. Так, на дне колоды девятка кубков. Девятка кубков у нас карта и праздника, и радости, и каких-то удовольствий, и застолья, и дней рождения, которые у вас, кстати, будут в июне заранее. Не поздравляют, не буду. Вот, то есть атмосферой месяца идет много. А, ну, понятно, что по деньгам у вас, елки, я же забыла. Конечно же, у кого-то из близнецов вот это вот, может быть, грандиозное какое-то мероприятие, праздник. И, ну, короче, так, в копеечку, грубо говоря, выходит. Хотя, с другой, знаете, такой круговорот. Вы потратились на застолье, вы потратились, чтобы там поляну накрыть, как говорится, в ресторан пригласить, да? А вам там с подарками, то есть круговорот денег в природе, такой вот хитро-загадочный по дьяволу. Ну, что сделаешь? И трата на удовольствие, трата на удовольствие, все понятно. Так, вы поняли, короче, дно колоды, мы поняли, что праздник радость. Смотрите, что вам карты советуют вообще, в принципе. По большей части душевность, мягкость и какое-то такое вот, понимаете, доброе отношение к людям. К близким людям, к окружающим вас людям. Учитесь не только меньше вот этой непредсказуемости, меньше каких-то выпадов. Я не назвала бы даже это резкостью. Это вот именно выпады, понимаете, такие вот, когда не знаешь, что от человека ждать. Когда дверь распахивается, и у тебя аж прям все сжимается. Вот такими быть не надо. Вот чтобы вы все-таки учитывали интересы других людей, близких особенно людей, да, людей, которые вас любят, которые вас окружают. Что у всех свое состояние. Не все могут вот такие неожиданности и выходки воспринимать с радостью. Не всем это нравится. Слышьте своего собеседника. Не только говорите и, ну там, шутите, но и слышьте в ответ. Вот я по этим картам в первую очередь вот это вот подметила. Слышьте и чувствуйте своих близких, особенно людей. Будьте помягче, близнецы, в этом месяце. Я вам желаю удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok